На волне радио Карачаева, Черкесия, информационно-музыкальная программа «Республика». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В студии Валерия Дагужиева. Я рада приветствовать всех, кто только что присоединился к нам на календаре четверг, 14 декабря. Итак, сегодня день чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В этот день, в 1542 году, Мария Стюарт была объявлена королевой Шотландии. В 1720 году, спасаясь от разъяренных вкладчиков из Парижа, тайно бежал английский авантюрист-экономист Джон Ло. А в 1893 году в Москве на Красной площади торжественно были открыты верхние торговые ряды. Сегодня наш ГУМ. В этот день, в 1911 году, Рональд Амуцен достиг Южного полюса, на месяц опередив английскую экспедицию Роберта Скотта. Ну а в 1947 году было принято постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары. В этот день родились такие известные люди, как советский физик, академик, нобелевский лауреат Николай Басов, индийский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист Радж Капур. Далее наш эфир продолжит музыка. Не приключайтесь! Далее наш эфир продолжит музыка. Если между нами ночь и день, Поменяй местами свет и тень. И беги по небу вон порог, Ты же видел, но не смог. Душа болела, Непрекаяна, Так отчаянна, Душа болела, Непрекаяна, Не поверила, Слишком нравилась, Душа горела, Но не плавилась. Ты скажи мне правду, Я пойму, Только то, что раньше никому. Душа болела, Непрекаяна, Так отчаянна, Душа болела, Непрекаяна, Не поверила, Слишком нравилась, Душа горела, Но не плавилась. Не выходя из тени, Просто скажи мне имя, Ты подарил мне небо, Непрекаяна, Так отчаянна, Душа болела, Непрекаяна, Не поверила, Слишком нравилась, Душа горела, Но не плавилась. Непрекаяна, Непрекаяна, Так отчаянна, Душа болела, Непрекаяна, Не поверила, Слишком нравилась, Душа горела, Но не плавилась. В эфире Республиканского радио информационно-музыкальная программа «Республика» сегодня четверг, 14 декабря, в студии Валерия Дагужиева. В малом зале Дома правительства состоялось заседание круглого стола с участием депутатов ряда комитетов народного собрания, министра образования Карачаева-Черкесиины Кравченко, руководители национальных общественных организаций, редакторов газет на национальных языках республики и преподаватели родных языков. Что еще стало предметом обсуждения и какие поправки к республиканскому закону готовит парламент, разбиралась моя коллега Булду Байрамукова. Темой обсуждения был вопрос изучения родных языков. Поводом для обсуждения стало выступление президента Российской Федерации Владимира Путина на заседание по межведомственным национальным отношениям. Языки народов России – это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки – гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации. Глава государства чётко и ясно говорит, что изучение родного языка – гарантированное право каждого человека. Так же недопустимо заставлять кого-либо изучать язык, который не является ему родным. Но, к сожалению, эти слова каждый воспринял по-своему и дошло до того, в частности в нашей республике, что изучение в школах родных языков излишне. Министр образования и науки Карачева-Черкесии Инна Кравченко прокомментировала эту ситуацию. Предметом сегодняшнего обсуждения является сохранение баланса при реализации конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания, обучения и возможности изучения государственных языков республик, предусмотренность законодательством Российской Федерации, а также устранение неоднозначного толкования законодательства. С учетом всех этих изменений, которые сегодня вносятся, это никоим образом не затрагивает, что язык, родной язык, я имею в виду, может быть заменен каким-то любым другим предметом, физикой, математикой, химией не имеет значения. То есть родной язык сегодня так и остается обязательной областью. Учитывая, что Российская Федерация страна многонациональная, к изучению и сохранению языков ответственные структуры относятся серьезно. Более полутора сотен языков преподают в учебных заведениях в регионах России. В Карачаево-Черкесии живут представители более ста национальностей, а в школах изучают языки субъектообразующих народов. Следует отметить, что многие учащиеся помимо изучения своего языка посещают уроки родных языков своих товарищей. Председатель Комитета народного собрания Карачаева-Черкесии по науке, образованию, культуре, делам молодежи и туризму Исмель Биджев отметил, что сохранение языков является важной задачей народов Карачаева-Черкесии. И так как изменения в сфере образования, касаемо изучения родных языков, происходят на федеральном и региональном уровнях, необходимо рассмотреть ряд поставленных вопросов и внести поправки в закон. Мы обратили добровольность, ограничиваем в каких моментах может быть добровольность. Это одна сторона. И вторая сторона, я не думаю, что родители большей частью будут сопротивляться этому, если методика преподавания, подготовлена будет соответствующая литература, подготовлены соответствующие кадры даже для начинающих. В республике национальные языки преподают в 214 школах 32 тысячам школьников. И по решению участников круглого стола изучение родных языков в Карачаево-Черкесии останется обязательным. То есть в образовательных организациях, в которых обучение ведется на русском языке, учебные предметы по изучению государственных языков, в числе которых русский, карачаевский, абазинский, черкесский и нагайский, является обязательным. Однако, впредь из перечня пяти государственных родных языков, язык для изучения школьники и их родители, либо законные представители будут выбирать по желанию, в случае, если родители представители разных национальностей. Вместе с тем, было отмечено, что учащимся 10-11 классов будет предоставлено право выбора в изучении родного языка или родной литературы. Помимо того, будет пересмотрена методика преподавания родных языков для начинающих. Также на заседании были обсуждены вопросы преподавания родных языков, профессиональной подготовки преподавателей и нехватки кадров в данной сфере. Были затронуты вопросы привлечения молодежи к обучению педагогическим профессиям. Участники встречи также обсудили методы стимулирования детей к изучению родных языков со школьной скамьи. Городный и сильный, славный народ Правильно в жизни дорога идёт Всех вас на истинный путь он зовёт И ни одной слезы не прольёт Лишь его горы, леса и поля Манят к себе меня навсегда Всем сердцем очень сильно люблю территорию 0-9-ю Расцветает и растёт он Сердцем народа звучат унисон В сердце моём живёт только он 0-9 регион В честь и сила в нашей крови Не думай вставать у нас на пути В сердце моём живёт только он 0-9 регион И он ... Смесь кем и сила поверь мне мой друг Голову выше и снова в путь На всей земле ты такая одна Территория 0,9 Песни тебе посвящали не раз Очень тобою гордится Кавказ Всем сердцем очень сильно люблю Территорию 0,9 Расцветает и растет он Сердца народа звучат унисон В сердце моем живет только он 0,9 регион Честь и сила в нашей крови Не вдувай вставать у нас на пути В сердце моем живет только он 0,9 регион Расцветает и растет он Сердца народа звучат унисон В сердце моем живет только он 0,9 регион На волне республиканского радио Информационно-музыкальная программа Республика Карачаево-Черкесия Один из субъектов страны В которой поддержка семьи и детей Относится к первоочередным задачам Помимо федеральных выплат Нуждающиеся семьи получают Региональные пособия Которые предназначены для улучшения жизни Социально-экономически Незащищенных слоев населения Кроме того, бюджет республики Вот уже несколько социально ориентированный В республике разработан и успешно работает ряд Нормативно-правовых актов Которые предусматривают оказание мер Социальной поддержки семьям с детьми Подчеркнула заместитель министра труда Социального развития Мадина Шаева Социальные пособия, которые выплачиваются Детям до 18 лет Ежемесячные денежные выплаты Это республиканский закон В мерах социальной поддержки многодетным семьям В которых один или оба родителя являются инвалидами Хочу сказать, что хорошая выплата ежемесячная Куда входит за проезд ребенку питание У кого нет центрального отопления Это топливо И, конечно же, ежемесячные денежные компенсации В размере 30% от стоимости услуг Возмещаются многодетным семьям Тоже хочу сказать, что очень хорошая мера социальной поддержки Был принят республиканский закон И была установлена выплата детям, рожденным, третьими и последующими Этот закон действовал на 3 года То есть дети, рожденные с 1 января 2014 года По 31 декабря 2016 года Третьими или последующими Ежемесячно будут получать денежную выплату В размере прожиточного минимума На ребенка, установленного в субъекте До достижения ребенком 3 лет То есть это, вы знаете, очень такая Ощутимая поддержка многодетным семьям Хочу сказать и остановиться на этом Что республика приняла такое решение Несмотря на то, что такая очень серьезная нагрузка Ложится на республиканский бюджет И, как я говорила, уже дети, рожденные до 31 декабря 2016 года Которые попали под действие этого закона Будут получать денежные выплаты до достижения 3 лет Это получается до 2019 года То есть с 2019 года эти детки будут получать эту выплату Ну да, получается, что это такая временная была программа и мера Помимо этого был принят республиканский закон тоже На выплату материнского капитала В размере 100 тысяч рублей детям, рожденным Четвертыми и последующими И в прошлом году мы выплачивали детям, рожденным в 2012 году То есть там тоже попадали На 3 года был принят закон И вот дети, рожденные с 1 января 2012 года По 31 декабря 2014 года попадали под этот закон И эти дети, рожденные четвертыми и последующими Которые обратились в управление социальной защиты По месту жительства Предоставили необходимый перечень документов Обязательно получат этот материнский капитал Все программы, которые были разработаны Министерством труда и социального развития Будут реализованы до 2020 года Особое внимание, по словам моей собеседницы Министерство будет уделять развитию социальных учреждений Мы на развитие социальных учреждений Большой акцент ставим И хотим расширить перечень оказываемых услуг населению И знаете, вот очень сейчас мы и разработали документ Проект постановления вышел И очень хотим эту работу уже внедрить в муниципальных районах Это система социальной помощи И оказания ранней помощи семьям с детьми с патологиями То есть этот вопрос обсуждается И в 2018 году основной упор будет делаться на это направление Потому что очень серьезный вопрос, очень острый вопрос Социальные учреждения наши, подведомственные министерства Будут заниматься этим вопросом Помимо этого есть Республиканский реабилитационный центр Росинка, все знают с дневным пребыванием Мы давно занимаемся этим вопросом Очень хотим уже в 2018 году этот вопрос решить Расширить тоже перечень оказываемых услуг детям И открыть больное лечение То есть в планах это есть Обходимое оборудование частично приобретено То, что не хватает, мы планируем приобрести в 2018 году И все-таки запустить работу этого отделения Хотим наладить, чтобы они уже могли принимать детей То есть очень много в планах на будущее Я надеюсь, что у нас все получится Все, что мы запланировали, мы сможем реализовать в 2018 году Министерство труда и социального развития Проводит колоссальную работу Направленную на улучшение качества жизни Не только многодетных семей и семей Находящихся в сложной жизненной ситуации Наряду с этим оказывается посильная помощь Реабилитационным центром и другим социальным учреждениям Сладкий сон погасил глаз ласковых планет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Рашид Тимрезов Тему продолжит Мой коллега Умар Тикеев Более сотни обращений Поступило с жалобами На работу управляющих компаний Осуществляющих Обслуживание общего имущества В многоквартирных домах Были устранены Течи кровли Прорывы магистральных И внутридомовых Труп отопления И водоснабжения Восстановлено освещение В подъездах И во дворах Но особое внимание Приоритет отдается Экологическим проблемам А если быть точнее Стихийным свалкам Да и просто тем местам Которые жители Разных районов Стали захламлять Бытовым мусором За последние Несколько месяцев Благодаря работе Портала Удалось устранить Более сорока свалок Разных по объему Делится с нами успехами Руководитель проекта Алибек Узденов Так как у нас сейчас Идет год экологии Объявленный Главой государства Владимиром Владимировичем Путиным За несколько месяцев работы Мы устранили Порядка сорока пяти свалок То есть стихийных навалов Мусора разного масштаба Какие-то большие Какие-то маленькие Но как бы там ни было Работа в этом направлении И нам ведется И ведется очень эффективно И среди контролирующих Организаций В рамках реализации проекта Хочу отметить управление По охране окружающей среды И водных ресурсов Карачаевской республики Которые очень ответственно Подходят к своей работе Каждое обращение Они не ленятся Выезжают, проверяют И только после этого Ставят галочки О том, что проблема решена Помимо этого В рамках Экологических проблем В городе Черкесске Были обращения О ненадлежащем состоянии Мусорных площадок Стоит несколько контейнеров Вот такие обращения были И там, где нужно было Заменить контейнеры Контейнеры заменили Там, где нужно было Поправить площадку Поправили Поставили забор Покрасили В общем, все хорошо, все отлично Учитывая тот факт, что Транспортный поток С каждым годом увеличивается Естественно, возрастает Нагрузка на дорожные сети Которые зачастую Не всегда своевременно Ремонтируются А если к этому Добавить осадки И неблагоприятные Погодные условия То изношенность Автомобильных дорог Происходит намного Быстрее К примеру, жители Часто жалуются на Искусственные неровности Которые в большинстве Не имеют Строго придерживаемой Формы и вида Кстати, по обращениям Граждан Было также устранено Более 140 ям На дорогах Республики Были обращения По ненадлежащему Состоянию Лежачих Полицейских Это не должно Приводить к каким-то Катастрофическим Последствиям В некоторых случаях Мы можем говорить О повреждениях автомобиля Очень серьезных А если еще и рядом Допустим окажется Пешеход водитель Просто может потерять Управление Наехать Не дай бог Ситуации могут быть разные Были несколько обращений В данном управлении Были искусственные неровности Без предупреждающих знаков Или знаки Были установлены Слишком поздно Скажем так Недавно мы Ремонтировали Ну я точно не могу сказать Порядка 15 км Дорог В рамках проекта Ну это был ямочный ремонт Естественно Дорога в аул Красный Октябрь Там было порядка 25-30 Обращений С фотографиями То есть это Соответствует Нормам проекта Когда фотографируют Отдельную яму И просят ее залатать Так и должно быть Участок дороги С просьбой отремонтировать Мы не принимаем Принимаем отдельную яму Вот и было Более 100 обращений На участке Село Знаменькое Село Николаевка Прикубанского района И информация поступила Через социальную сеть Инстаграм Я там же В комментариях Заявителю Написал Что заявка Принята Направим в работу И все яму залатали И сегодня Мы получаем Благодарные отзывы От жителей Нескольких Насленных пунктов Которые могут Спокойно проехать Как мы уже сообщили ранее Команда проекта Постепенно расширяет Возможности для Приема обращений Граждан Сейчас функционирует Телефонный номер Модераторов сайта 8 929 859 49 60 На которой Практически круглосуточно Посредством Популярных Мессенджеров Можно направлять Свою заявку Которая После модерации Появится на портале Среди остальных заявок Так что можно Смело направлять Свои жалобы Если соответствует Одному из направлений Возможность Эту проблему устранить Она будет решена За 8 дней Субтитры создавал Dima 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 Субтитры создал Dima Субтитры создавал Dima Субтитры создав Другий Субтитры создавал Dima Субтитры создавал Dima Субтитры создавал Dima набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Стоп-спам. Иногда на мобильный приходит спам с парадоксальным предложением «Защитить от спама». Для удаления своего имени из списка предлагается отправить СМС на один из коротких номеров. В результате этих манипуляций вы потеряете деньги. Это банальное мошенничество. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Управление КМВД России предупреждает. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса. Тайну любви Тайну разлуки Нам до конца Не разгадать Скрытые от нас Знаки и звуки Нам не дано Их понимать Нашу тайну с тобой Расскажу по секрету Золотому лучу Белому пирану Там, где синий клепой И зеленое лето На весь мир мы шепчу Что тебя я люблю Кто сохранил Сердце секреты Кто погибал В вечном бою Те, кто любил Помнят об этом Те, кто прощал Где-то в раю Нашу тайну с тобой Расскажу по секрету Золотому лучу Белому пирану Там, где синий клепой И зеленое лето На весь мир прошепчу Что тебя я люблю Субтитры сделал DimaTorzok Нашу тайну с тобой Нашу тайну с тобой Расскажу по секрету Золотому лучу Белому пирану Белому пирану Белому пирану Там, где синий клепой И зеленое лето На весь мир На весь мир прошепчу Субтитры сделал DimaTorzok На этом информационно-музыкальная программа Радио Карачао-Черкесии Республика Подошла к концу Программа подготовлена Корреспондентами службы информации Звукорежиссер-оператор монтажа Мурат Аджиев В студии работала Валерия Дагужиева Мы с вами прощаемся Желаем вам благотворного рабочего дня Пусть лучи солнца согреет души каждого из вас Всего доброго И до новых встреч в эфире Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok